друзья приветствую александр из новосибирска прислал вот такую посылку с образцами масла значит с oil 7 red номер 9020 вот образцы описание салфетки пакетики упаковочные так значит вот описание автомобиль toyota aqua 13 года пробег бензин но это все я конечно вам предоставлю при проверке отработки ну и масло здесь три экземпляра свежая и две отработки отработка 5000 километров и семь с половиной тысяч километров так и соил масло у меня еще не проверял я не было такого видео сейчас закладываю обновляю спектр на болванке вот посмотрите такая спектрограмма получилась сейчас увеличу фрагмент с эстеровый опять он быстро проскочил но примерно там процент полтора может быть эстеров здесь есть небольшое количество по тенденции общей замещение части противоизносного пакета так далее корректирую значение которые сместились при обновлении спектра лимиты ну смотрите значит относительно кастрола 0.30 здесь противоизносных практически такой же уровень присадок 98 процентов ну да не пожалели так гликоль я вывожу в ноль чтобы было видно для тех кто может быть первый раз смотрит нулевой уровень задаю чтобы впоследствии на отработке если появится гликоль можно было судить о том что антифриз попадает в масло так значит щелочное total base number число прибор номерел 6 6 но вот в описании есть статья с учетом разницы гостов в принципе это нормально я выставляю по данным лаборатории с одного самого известного сайта они там намерили 88 лаба правда у них очень какой-то высокая получилось значит две единицы кислотная не вижу что могло бы дать такой уровень кислотную простите да я сначала планировал выставить 8 и 8 но учитывая что это эльсак все-таки поставил такое достаточно типичное для эльсака обозначение семь с половиной ну да статья в описании есть про разницу гостов гост для свежего гост для отработки разные кислоты поэтому разные используются титранты ну и все такое свежем масле не присутствует тех кислот которые присутствуют в отработке так смотрите вот описание автомобиля первый образец с пробега 5000 километров смотрите отличный уровень противоизносной присадки еще но кстати александр добавляет при каждой заправке видите в топливо присадку для чистки системы и видимо тоже с противоизносными какими-то легкими функциями так кислотная 229 щелочное 48 еще в принципе приличный запас есть немножко сажи четыре сотых процента для бензина нормально ну и остальные показатели значит нитрование окисление в норме ноут немножко нитрование растет вижу да уже здесь 86 противоизноски но в принципе масло рабочие отлично справилась с 5000 пробега давайте посмотрим образец с пробегом семь с половиной тысяч километров да значит это aqua полтора литровый мотор бензиновый один nzf xe объем масла 37 литра общий пробег 158 тысяч километров эксплуатировалась с сентября по декабрь и газпром нефт топлива 92 с добавками да смотрите да здесь уже вот четко проявилась опять противоизноска по чуть-чуть понижается еще на 10 процентов но это отличный результат для такого пробега вылезла не трава не на пороге предупреждения это значит смесь богатая мотору не хватает кислорода воздуха не хватает явно тут или фильтр подзабит вот или что-то может быть расходомер барахлит ну видите да дальше продолжается рост кислотного снижение щелочного сажена на прежнем уровне ну в общем то такое масло есть еще небольшой запас до момента сравнивания кислотного и щелочного в этот момент она становится нейтральной и полностью бесполезная сначала она полезная щелочь моет и нейтрализует кислоты мой двигатель нейтрализует кислоты в дальнейшем в процессе работы масло окисляется кислородом накапливается кислота она становится нейтральная в какой-то момент а потом становится сильно щелочного кислотное и уже вредная для мотора ну вот первый образец вязкость сравнил посмотрите есть разжижение я думаю что это процентов на но не 50 конечно но 45 наверно то я бы оценил как 45 40 45 процентов от максимального уровня разжижения есть но у двадцаток рис конечно разжижение их разжижить легче скажем так так это у нас видите баночка со свежим и с третьим образцом третий образец у нас отработка с пробегом 7 с половиной тысяч километров давайте вам покажу до разжижение ну или такое же или чуть-чуть даже вот где-то ближе наверно 50 так сложно на глаз оценить но да в принципе похоже да кстати не забывайте поставить палец нажать кнопку подписаться кто не подписался нажимайте колокольчик так вы не пропустите следующее видео ну и вот традиционный прогноз это первый образец у нас 5000 километров посмотрите я насчитал практически восемь тысяч шестьсот километров ресурс данного масла это данные которые были которые стали по кислотному по щелочному и пробег и второй образец также вот это уже свежие данные и посмотрите удивительно срабатывается линейно разница между образцами ну сколько это минимально 25 километров до сработка точно так же идет хотя обычно она выходит такую на пологую линию ну вот в данном случае так то есть небольшой запасе q масло еще есть тысячу километров ну конечно наверное не стоит рисковать тем более она разжижается масляная несущая способность масляной пленки снижается поэтому наверное все таки не стоит докатывать 8 500 хотя я уверен что масло 8 500 отработает данное ну и конечно надо учитывать что где-то на наверно уже после этом 8000 она будет полностью бесполезно и то есть такое непонятно что она там будет делать просто плескаться да практически не будет пользу приносить и выполнять своих основных функций так значит ну видели да по нитрованию здесь вопросы есть некоторые что я бы на месте александра посмотрел бы за воздушным фильтром как минимум может быть почистить его в идеале конечно почаще менять потому что это влияет на состояние масла достаточно сильно вот ну а так масло отлично себя показала хорошая крепкая корейское масло вот на небольшие интервалы вообще супер я думаю что и стоит она не очень дорого хотя это двадцатка может быть и ну не знаю напишите в комментариях сколько стоит и как вы считаете как себя масло проявило вот такой получился тест благодарю александра за предоставленные образцы за поддержку канала всех кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока